На этой неделе Магнитогорск принял сразу два крупнейших старта Челябинской области по спортивной акробатике. Юноши и девушки вышли на спортивный помост в рамках первенства и Кубка области. Несмотря на то, что состязания собрали более 240 спортсменов, наставники ребят жалуются. В спортивную акробатику идут мало. Особенный дефицит среди мальчиков. Подробности далее. От четырехъярусной пирамиды в исполнении мужской команды из Челябинска захватывает дух даже у искушенного зрителя. Еще недавно парни выступали отдельно друг от друга, но с этого учебного года выходят как один коллектив. Говорят, в области на сегодня конкурентов у них нет. В Челябинской области или в Уральском федеральном округе конкурентов почти нет. А вот в самой России, на всероссийских или на первенстве России четверок тоже достаточно. Несмотря на зрельничность этого вида спорта, сегодня все меньше родителей отдают детей в спортивную акробатику, сетуют тренеры. Для мальчиков чаще выбирают игровые виды спорта, для девочек – художественную гимнастику. Акробатика почему-то у родителей всегда остается по остаточному принципу. И на первом месте, конечно, многие родители боятся акробатику. Сложно и трудно. А мы этого почему-то в наше время боимся. Хотя акробатика – изумительный вид спорта. Это красиво, это артистично, это музыкально, это грациозно. Поэтому не надо этого бояться, нужно всем идти в акробатику. Спортивная акробатика – это очень грандиозный вид спорта. Он мне нравится тем, что парни, когда на него идут, они становятся более выносливыми, сильными. Я пошел, потому что мне сразу же понравился этот вид спорта. Из тех, кто все-таки не побоялся и связал свою жизнь со спортивной акробатикой, на первенство и Кубок области собрались более 240 ребят из Магнитогорска, Челябинска, Копейска и Трехгорного. Выступали в разных дисциплинах, представляя программы на балансир, вольтежировку и комбинированные упражнения. Это уже практически завершающие соревнования в этом году. Конечно, все цели и задачи практически выполнены уже на многих соревнованиях в течение года. Это хорошо завершить сезон, выполнить разряды оставшимся составом, ну и просто получить удовольствие от соревнований. Фавориты есть по дисциплинам спортивной акробатики. В тройках это, конечно, город Челябинск, в четверках пока тоже город Челябинск. Вот сейчас женские пары. Есть очень достойная пара из города Магнитогорска. У Саинова Аруна и Сергеева Мария, по-моему, да. Поэтому в каждом городе есть свои приоритеты. По итогам первенства была сформирована сборная команды регионах, которая представит Челябинскую область на первенстве России. А вот в рамках Кубка Челябинской области старшие ребята смогли еще раз помериться с силами. Для них чемпионаты отбор на Россию пройдет осенью. Елена Старостина, Олег Карпенко, телекомпания «ТВИН». Кубка Челябинская область